здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами рассмотрим как создаются в продукте вот такие вот вкладочки в данных вкладках как вы помните мы с вами можем вывести атрибуты мы с вами можем вывести какой-то html код можем вывести статью то есть отдельно созданную вставить видео вставить комментарии и так далее давайте перейдем в админку нашего сайта перейдем компонент джумал касса перейдем в продукты то есть непосредственно в каждом продукте данные вкладки создаются давайте зайдем в какой-нибудь продукт переходим в вкладке и в принципе уже похоже для вас интерфейс до кликаем под по этой синей полоске и так заголовок это у нас будет заголовок вкладки давайте сразу попробуем сначала вставить что-то простое например просто напишу здесь дальше тип мы можем выбрать html то есть вот этот контент вот здесь вот можем использовать html теги соответственно если вы код не знаете вы сможете например открыть статью обычную в джумле подготовить там контент и разместить его здесь давайте пока просто сделаем тест доступ паблик публичный доступ или для зарегистрированных пользователей данная вкладка будет видно состояние опубликовано вот и все здесь настройки сохранить и закрыть нажимаем сохранить перейдем на сайт перейдем в тот продукт где мы сделали с вами вкладочку и вот вы видите у нас вкладочка вот здесь появилась тест теперь давайте посмотрим как делать со стилями да с html тегами вы можете воспользоваться прямо вот здесь редактором например или давайте для примера возьмем отсюда текст например вам надо его сделать жирным кликайте на кнопочку b делаем его жирным например надо сделать наклоном делаем наклонным далее мы можем кликнуть исходный код найти наш текст который мы с вами форматировали и целиком вот так вот вместе вот начинается тег p вместе с тегами вот так вот копируем вплоть до вот здесь вот т и косая черта это значит тег закрывается то есть вот так вот целиком вы отсюда копируете конечно вам вначале будет тяжело здесь если вы не знаете абсолютно html и css проще будет сделать так здесь редактор делаем например пустой вставляете какой-то текст и уже здесь работать то есть вот вы текст вставили лишнего ничего нет делайте здесь его как вам нужно наклонный например текста подготовили переходим опять в html видите тут ничего лишнего нет вы просто копируете все содержимое именно вот из этого из этого всплывающего окна это очень важно чтобы вместе тегами все скопировать далее вы переходите во вкладке только не забудьте то что у вас когда при сохранении статьи то что вы здесь меняли у вас здесь также останется это я здесь редактором воспользовался просто для примера а так вы сможете войти материалы менеджер материалов создать материал зайти вот так же в редактор подготовить текст в html например присвоив какие-нибудь стили до размер и так далее вот переходим во вкладке заходим тест то есть кликаем по нашей вкладке она раскрывается удаляем здесь все вставляем так целиком как есть вместе с тегами сохранить закрыть сохранить давайте пойдем на сайт посмотрим кликом тест и видим что у нас тут отформатированный текст жирный и наклонный здесь может писать например способы доставки правила например здесь можно учесть вообще это делается на отдельной странице но можно здесь как-то тоже это закрепить так вкладка тест есть давайте создадим еще одну вкладку например видео например это может быть видео обзор вашего продукта тип html оставляем все оставляем теперь нам нужно видео сюда вставить видео мы будем вставлять с ютуба и так переходим в youtube.com находим любой ролик какой-нибудь просто для тестирования под роликом кликаем на кнопку поделиться и рядом вкладкой вкладка здесь html кликаем и вот этот код целиком мы можем с вами взять переходим к нам в админку в наш продукт и сюда вставляем наш видео сохранить сохранить обновляемся видео кликаем у нас с вами все работает если вы хотите сделать плеер большего размера так давайте проверим все работает все работает если вы хотите сделать большего размера или меньшего то это делается очень просто вы переходите во вкладке раскрываете вкладку видео и вот первое значение это ширина а вот это значение это высота вам аккуратненько вот так вот между кавычек нужно изменить размер это будет менять размер плеера но помните что нужно делать в пропорциях чтобы посмотреть пропорции лучше то можно сделать так вот здесь вот есть такой текст еще кликаем сюда и у здесь размер видео вы можете подобрать больше размера например 853 на 480 кликаем и опять копируем данную ссылку или же вы можете просто вот эти данные скопировать или запомнить и прописать их вместо вот этих данных я скопировал всю ссылку скопировал ставил сохранить обновляемся и у нас видео видите встает прямо по ширине нашего каркаса у нас с вами все работает то есть вот так вот легко вставляются всевозможные элементы да грубо говоря карточка товара оформляется ну и давайте я вам покажу как это делать со статьей выходим из магазина переходим материалы менеджер материалов создать материал как-нибудь его называем вставляем какой-то текст и например тут делаем всевозможные манипуляции например делаем список маркированный список далее например вставляем какую-нибудь и линию опять же надо быть внимательным здесь если у вас вот так как у меня здесь конечно же нужны навыки создания статей здесь ничего сложного нет здесь нужно просто удалить лишний код два раза кликаем на кнопки enter чтобы у нас не подставлялся список маркированные и дальше можем пример линию поставить написать что-то еще например у нас все готово можно даже вставить изображение здесь также давайте попробуем изображение например какое-то развернутое изображение тут с описанием но я вставлю просто телефон выровняем по центру оставим вот так все статья у нас готова также здесь надо позаботиться о категориях либо предварительно создать либо пока можно воспользоваться вот тестовой категории нажимаем сохранить закрыть и нам нужен индификатор данной статьи у нас создана одна только статья и вот здесь в правой части сайта вот здесь вот есть айди и вот здесь единичка то есть у данной статьи индификатор 1 переходим обратно джумал касса продукты заходим в продукт заходим в вкладке например создаем еще одну вкладку назовем статья тип выбираем айди статьи и в поле контент но вы просто ставите единичку то есть вставите айди статьи соответственно статьи у вас будет много айди будет разный поэтому у вас свой айди личный индификатор данной статьи сохранить закрыть сохранить идем на сайт обновляем страницу переходим статьи и вы видите наш текст с маркированным списком потом линия разделитель и картинка которую мы с вами сделали по центру то есть вот так вот все просто дальше если вдруг вам нужно как-то изменить порядок порядок вкладок да это все очень просто делается вы просто можете например статью повесить самый первый то есть вы кликайте вот по этим стрелочкам видно что статья теперь стала выше кликин стала выше все статья у нас на самом верху теперь нажимаем сохранить обновляем сайт и вы видите у нас статьи теперь первыми соответственно характеристики у нас выводится по-другому во вкладке вы помните мы выводили поэтому она здесь у нас идет первое также характеристики можно вывести под изображением если здесь вам они мешают еще один нюанс когда вы создаете вкладку и в контент вставляете html из какого-то сайта копируете данный текст будьте внимательны что данный текст необходимо будет очистить от стилей как мы с вами уже делали предварительно вставив скопированный текст в блокнот windows если вы вставить сюда с левыми стилями то вкладки могут быть неактивны ну будут всевозможные ошибки происходить вкладки будут не работать имейте это ввиду на этом все и увидимся в следующем уроке а